В продолжение истории о проекции игла бюфона. Если у нас есть параллельная проекция, расположенная на одном и том же расстоянии друг от друга, и иголка. Иголка некоторой длины L. Давайте зададим себе вопрос. Если мы случайным образом бросаем эту иглу, с какой вероятностью произойдет пересечение, ну и, соответственно, с какой вероятностью пересечения не будет. Давайте поймем, какое это имеет отношение к нашей задаче проекции. Это очень простое. Если мы для такой прямой рассмотрим перпендикулярное направление, то понятно, что проекцией иглы будет некоторый отрезок. И все дело в том, будет этот отрезок пересекать прямую или нет. То есть есть вот эти точки при любом управлении, есть точки расположенные на расстоянии A, и некоторый отрезок, длина которого – это проекция. Давайте проекцию прям так обозначим. Отрезчик длины P. И вот если картинка такая, вот здесь у нас получилась, то проекция – это какой-то вот такой маленький, коротенький отрезок, и он не попал ни на одну из этих точек, поэтому пересечения нет. Если бы та же самая была, располагалась бы чуть-чуть по-другому, то, соответственно, проекция была бы другая, и точка лежала бы на этой прямой и было бы пересечения. Так вот, давайте поймем, какой ответ такой задачи. Есть на прямой точке, расположенной на расстоянии A друг от друга, и произвольный отрезок длины P. Вопрос. С какой вероятностью одна из этих точек лежит на этой матриске? Давайте подумаем. Какой ответ? Они расположены на расстоянии A. Случайным образом кидаем точку и берем отрезок длины P. Да, это верное замечание. Действительно, давайте считать, что A больше, чем длина, потому что иначе нам придется неприятную штуку высчитывать, когда пересекла, но не один раз, а два раза или три раза. Давайте вот такое условие наложим. Итак, если так, то ответ? P делит на A. Почему? Потому что мы смотрим периодически того, что точка попала на отрезок длины P. Ну, все-таки лучше говорить о конце отрезка. То есть, поскольку это штука периодическая, то можно, ну, скажем, вести направление, вот это, будем говорить, вправо, это в ленте, и посмотреть на положение правого конца. Ну, где может быть этот самый правый конец, чтобы вот эта точка лежала на отрезке. Понятно, где? Вот это вот, в одном из этих мест. Правильно? Это отрезок длины P, а всего длины A. Замечательно. Значит, ответ P разделить на A. Но это при фиксированном направлении. А задача состоит в том, что мы иглу бросаем произвольным образом. Это означает, что направление меняется, надо усреднить, а усреднять по умению. Какая там была величина? Средняя проекция от отрезок длины L. Две битых L. Две битых L. Замечательно. Значит, в среднем надо убрать здесь вот эту величину, и написать L и в знаменателе написать P, а в числитель двух. Так. Да? Два L делить на P, A. Отлично. Теперь давайте небольшой комментарий. Вот было произнесено слово «Произвольно бросаем иглу». Насколько, что это самоочевидно, штука, что произвольно бросаем. В самом деле, вполне очевидно. Есть замечательная идея, которая называется «Парадокс Бертрана». Он очень простой. Представьте себе круг. Ну, давайте радиусать. «Парадокс Бертрана». И нас интересует хорда, которую мы случайным образом выбираем. У нее, конечно, есть некоторая длина. Так вот, с какой вероятностью длина этой хорды меньше единицы, а с какой вероятностью больше единицы? У этой задачи есть несколько замечательных способов решения. Один способ такой. Смотрите. Понятно, что когда мы случайно выбираем хорду, то она абсолютно точно определяется положением своей середины. Ну, почему? Если мы знаем, где середина, то проведя отрезок, соединяющий ее с центром и поставив перпендикулярно, получаем хорду. Замечательно. А в каком случае хорда, потому что она длинная больше единицы, а в каком короткая? Понятно, в каком. Вот, если у нас такое предельное положение, понятно, что когда центр близок, то она длинная, а когда центр далекий, она короткая. Когда предельное положение, то у нас одна вторая, здесь единица, и что же это за угол, у которого синус равен одной второй? Ну, там должен возникнуть равносторонний треугольник, то есть 30 градусов. Ну, если угодно, да. Вот здесь вот возникает равносторонний треугольник. Я уже криво нарисовал, давайте я красивее нарисую. Действительно, возникает равносторонний треугольник, и что это означает? Где может лежать середина хорда, а где не может? На отрезке. А нет, внутри кольца. Здесь на отрезке, а соответственно, да, такой кольцов, здесь немножко кривный, столовж. Поэтому. Замечательно. Какой радиус? Корень из трех пополам. Правильно? Отлично. Радиус корень из трех пополам. Чему равна площадь этого круга? Ну, площадь круга это пи-р квадрат. То есть, площадь всего круга радиуса 1 это пи-р квадрата, а площадь округа такого радиуса это пи-р квадрата. Ну, замечательно. Получается ответ. Хорда длинная, длина больше единицы с вероятностью три четвертых. Согласны? Хорошо. Но можно же и по-другому рассуждать. Можно сказать, что поскольку вся картинка у нас симметричная при повороте, переходит в себя круг, то мы можем зафиксировать один конец корты. Верно? давайте посмотрим. Если эта точка зафиксирована, в каком случае хорда будет короткая, а в каком длинная? Ну, надо просто давайте немного этим рисуем. Надо понимать, что если у меня зафиксирована точка, то мы уже поняли, равносторонний треугольник надо рисовать. И соответственно, если другой конец расположен вот здесь, то хорда будет длинная. Все эти хорды длинные. А если здесь, то короткая. Отлично. А какая же тогда получается вероятность? Раз, два, три, четыре. С этой стороны и две с этой. Значит, получается, что длинная хорда с вероятностью четыре шестых. То есть две третьих. Заметьте, другой цепь получится. Там был ответ три четвертых, а здесь две третьих. Хорошо. Ту же самую задачу можно решать еще одним способом. Ведь направление хорды, опять-таки, из-за того, что у нас это симметрия, направление хорда можно считать произвольным. Поэтому давайте нарисую еще одну картинку. Будем считать, что хорда это одна из вертикальных хорда. Смотрим опять. Здесь рисуем равносторонний треугольник. Здесь рисуем равносторонний треугольник. Здесь то же самое. Рисуем равносторонний треугольник. Получается, что если мы ставим точку середины на любое положение здесь, то будет длинная хорда. А если вот здесь, то коробка. Замечательно. Чему равна эта длина, мы уже считали. Это корень из трех пополам. И получается вероятность корень из трех пополам. третий ответ. Он не совпадает ни с тем, ни с тем. Новый третий ответ. Вроде бы это нехитрая штука, а заметьте, три разных ответа. Какой из них правильный? Какой из них правильный? А нет понятия правильного. Дело в том, что когда вы задаете себе вопрос о вероятностях, то нужно точно формулировать математическую модель, с которой вы работаете. Непонятно? Проблема в том, как описывается случайность. Да. Понятие случайной хорда можно задавать по-разному. Можно хорду определять ее серединой. Но совершенно ни с чего не будет следовать, что все положения этой точки в круге равновероятны. Почему когда я считал вероятность, я считал отношения точнее? Ну, смотрите, когда у нас есть люди, живущие в какой-то стране, есть только понятие плотность населения. Вот скажем, в России. есть огромные территории, на которых вообще почти никто не живет. Где-нибудь там, около Северного и Давидового океана, почти никого нет. И не только там, огромные территории. И наоборот, берете какой-нибудь город, и там на одном квадратном километре огромное количество людей. Есть понятие плотности распределения. Ведь у каждой точки, которая не является центром, есть только одна хода, которая через нее может проходить, такая, чтобы она была серединой. домашнего. И бесконечно много через центр. Это как раз не важно. Одна точка здесь не нужно делить. Одна точка это мелочь. Нет, ее можно выкинуть, ее можно выкинуть, но это ни на что не повредить. после этого и рассматривать отношения площадей. Точка не имеет нульную площадь. Дело не в этом. Дело в том, что вы должны четко формулировать условия задачи. Вы когда вводите скажем хода заданная одним своим концом и направлением. Давайте зафиксируем один конец. Одну точку зафиксируем. И понятно, что тогда будет угол от минус 90 градусов до 90 градусов. Если его отсчитывать от оси австиса. Замечательно. вот давайте тратим сюда. У нас точка. Вот некоторый угол фи. Фи по-моему не больше чем 90 градусов. Что происходит при движении этого самого угла при увеличении или соответственно при уменьшении. по теории графических углей вот эта точка равномерно движется по окружности. То есть говорить о том, что второй конец равномерно распределен по окружности это то же самое, что говорит, что величина угла фи равномерно распределена по окружности. так? Хорошо. Но посмотрите, а что происходит с координатой? Вот чему равен этот отрезок? Можете сказать? Если у нас есть окружность, чему равен вот этот отрезок? 1 плюс косинус 2фи. Можно вот так провести, сказать, что здесь угол 2фи, а здесь будет единица, да? 1 плюс косинус 2фи. Так? Хорошо. А теперь давайте поймем, является ли функция 1 плюс косинус 2фи линейной? Не является, конечно. Вот давайте поймем, как выглядит график функции косинус 2фи на отрезке от минус 90 градусов до 90 градусов. Здесь будет минус 1. Косинус минус 180. Косинус минус 180 тоже минус 1. Тоже минус 1. Косинус нуля? 1. 1. Замечательно. Значит, график примерно такой, правильно? А есть еще единицу прибавить. Как будет выглядеть график? Куполообразная функция. Ну, вообще-то называется синусоид. Синусоид. Вот, называется синусоид. Замечательно. Вот здесь вот величина равна 2. Признайте, что это откровенно непрямая. Если бы зависимость была линейная, то тогда равномерность, это деленная величине, соответствовала равномерность определенная величина. А здесь видно, что когда фи меняется вот такой график. Абсолютно нелинейная функция. Если у нас фи около минус 90 градусов или 90 градусов или около нуля, то почти не меняется эта величина. И наоборот, здесь есть место, где она меняется очень быстро. Вот это одно из объяснений. Надо всегда четко формулировать условия задачи. Нельзя просто сказать, что случайная величина. Надо точно формулировать, что означает случайность. Как испредела вероятность и так далее. Возвращаемся к нашей гербе-фонке. Вроде бы ответ получили простой, вроде бы никаких хитростей нет. Я сейчас задам такой вопрос. Пусть задам выпуклый многоугольник некоторого миллиметра В. И пусть ширина этой фигуры меньше, чем А. То есть двойное пересечение невозможно. пересечения для предстоты просто, чтобы не заниматься этим. Хорошо. Пусть двойное пересечение невозможно. С какой вероятностью при случайном его бросании на плоскость произойдет пересечение? То есть у нас по-прежнему есть проливания прямые на расстоянии А катушки. И мы произвольно бросаем многоугольник заданного периметра. Маленького периметра, чтобы не было пресечения. Это может решать. Нужно будет тоже спроекцировать. И опять вероятность будет равна длине этого отрезка, деленной на А. И надо взять среднюю длину. Да. Это надо взять среднюю длину по всем сторонам. И сложить. Это будет две эпитых П. Разделить на А. Да? А на самом деле? И еще раз делить на 2, потому что если есть микроугольник, то надо делить на 2, поскольку будет два слоя. Конечно. Конечно. Вот эта двойка нужна. И соответственно ответ это В делить на И. Вот так выглядит решение задачи Глеб и фона. Если уже не игла, а угольник.